помаши скажи всем здрасте всем всем привет вера вот наша елка девочки всем привет на мамку захватил всем девчонки привет мы собрались с верой пойти в магазин новый у нас открыли светофор вчера мне девчата позвонили и мы сегодня решили поехать светофор жульку он засними вот вот волос стой вон километр ну пойдем ну вот вот шапочка на вере видите какая красота она говорит что большие ушки вернормально и ты в ней красивая а вот новый пуховичок на нас и сапожки но пойдем пойдем вот сзади девчонки моя дочь видите взрослая становится и все стесняется мама я эту шапку большие ушки я говорю как большие прекрасные ушки пойдем может что-то купим мой сосед ходит по двору ведь у нас туман девочки очень туман и очень сегодня тепло видать будет снегопад а так видите дорога ни одной снежинки ничего еще травка зеленая у нас есть вон она ее видно могут зеленая трава и вот зеленая видите вот прямо на зеленая трава декабрь месяц девчонки а у нас зелень мои березочки вот одна и вот она вторая и вот наш дом березки лысые я не буду тратить заря батареи девочки приду все сниму если будет возможность то я там сниму сам магазин а пока до следующего включения мои хорошие сегодня у нас воскресенье а вчера суббота у нас был уборочный день мы убирались докупались стирались ну как всегда как во всех семьях и во все времена суббота день уборки а сегодня решили вот в магазин сходить ну и приду кушать готовить куда ты этого денешься ну все девчонки до следующего включения мы пошли на остановку это вот вот она ягодки я эти яблонька дичка которая правда мы ели с веры вкусные они прям вкусная вкусная ягода эти все в суховее я смотрю у многих снегопады и снег лежит а тут еще снега не видели такой припорошенный был один раз и все больше и не было снега все девочки вот девчонки мы вышли на нашу остановку вертвина стоит а вот это вот построили вот тэц видите трубу одна труба топится вот те три еще не задействованы вот дорога наша вот она а здесь проходит речка это речка девочки когда-то она была полная воды и брат не рассказал что здесь на лодках даже плыли и ловили рыбу увидите а сейчас что с ней а сейчас вон она по донушку катится вот а вот это наша сопка вон на самой макушке мы с верой поднимались на самый 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 верх вот сегодня выходной машин мало будни здесь но невозможно невозможно пройти даже по переходу вот этому я все время переживаю когда вертвина идет со школы или в школу вот в школу-то она не переходит она идет вон на той стороне там остановку а выходит на этой остановке со школы вот она стоит шапку одела белую и пуховик свой одела вот новый верой ну вот девчонки солнце видите затянуто точно будет снег тепло дышится прям мне сегодня очень хорошо на улице тепло тепло не витринки вообще не витринки ну снег пускай будет снег он нужен ладно девочки мои приедем я сниму сфотографирую там сам этот магазин снаружи если будет возможность то и внутри вот девчонки мы вышли на василковой улице как китай городу и тут пройти вперед чуть-чуть и и вот он видите желтое здание вот это и есть светофор в принципе от нас буквально тут одна остановка вера моя он убежал уже вперед вот сейчас посмотрим какой это магазин здесь вот кафе видите все это вон моя сопка светится это вот моя гора любимая ага ну посмотрим девочки тут парковку вот сделали магазин так большой поглядим что же в нем посмотрю девчата если разрешат снять то я сниму а нет тогда уж не обессудьте не буду ау почему но магазин только-только открыли он видишь все на машинах у нас машина нет я расторожен бомжи мы вера гитму бомжи поэтому говорю учись чтобы были у тебя и машины и все на свете ну все мы сейчас будем подходим и заходим девчонки мы закупились сумки видите какие над на 3 800 набрали короче мы от и затоварились и ждем такси с верой вызвали такси чтобы нас довезли до дому магазин вот он большущий парковка здесь он кто-то тачку бросили тоже люди не закатили даже а здесь вот ведь и тут все строят все но я хочу сказать магазин огромнейший и народ конечно ходит людей как бы много все девочки отключаюсь до дома дома все сниму вам и покажу девчонки вот домой мы пришли взяла чек там что в голове все не удержится мы съездили в новый магазин наш светофор потоварились девочки на 3 800 но закупились это нам на очень долго я потом по чеку пробегусь вам покажу что мы купили вот такой вот купила дарлинг для кошек тут два килограмма девочки с мясом по-домашнему и с овощами мы соса мы любим поэтому его еда должна быть всегда потом купили для кошек я сейчас буду показывать и убирать в сторонку вот такая еда что-то дешевое девочки но потом я цена вам скажу вот с перепелкой дает что-то около 9 рублей вообще что-то дешево и с белой рыбкой вот вкусный обед пища коту очень асту эту открылась перепелка из белой рыбкой ему и кот мой он с удовольствием кушает и пахнет рыбой но взяли вот набрала чё она стоит игру что-то около 9 рублей я буду убирать девочки чтобы не загромоздать все потом уже после съемки это все буду раскладывать верочки купили вот такой эрми гуд вот я брала в артёме очень вкусно девчата 6 штук их в упаковке мы набрали с ней а потом я говорю такси будем вызывать мы вызвали такси нас такси привезли сейчас я буду вот это показывать пакеты ложись и на веранде у меня камера морозильная будем вложить туда девчата вот крабовые палочки купили килограмм палочки имитации сурени но она что так что так владивосток наш делает взяла тоже что-то дешево но взяли потом вот такой девочки слоеное тесто дрожжевое вот моя невестка на западе она не брала слоеное дрожжевое очень хорошая вот для пиццы пирогов пирожков взяла две пачки тоже так это я буду ловить сразу пакет и в морозилку потом взяла вот посоль струк стручковая заморозка девочки 800 грамм 1209 свежая 18 года готовлю мексиканский салат это мы любим а знаете что я делаю я делаю рис готовлю и на пару как бы это дело потом смешиваем вкусно здесь 800 грамм вот но таки владивосток 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 я думал китайский владивосток взяли девочки вот такие блины с мясом здесь по 6 штук мы взяли их две упаковочки тут получается до 6 штук тут 420 грамм вот состав тут вода питьевая мука потом мясо птицы говядина лук масло подсолнечное сахар песок суевая белок молоко сухой плохого здесь ничего нет девчата в магазинах они очень дорогие очень дорогие здесь они дешевые я вам по ценам девочки прям зачитаю вот блины вот блины взяла взяла не менее девочки вера давай мама купим я говорю я боюсь брать мужчина мне говорит возьмите вот эти я говорю состав надо читать вот домашние у нас в магазине были такие все время я брала маленькие здесь значит свинина мясо птицы субпродукты куриные мука высший сорт питьевая вода белок растительный соль чеснок масло растительное лук репчатый яичный порошок и усилитель вкуса ну вот он идет ничего такого плохого в них тоже нет сейчас будем варить попробуем я потом вам скажу понравились или нет вот эти по составу хорошие и вот еще мясная ярмарка здесь девчата вес я вам сейчас скажу так 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 вот я не вижу а килограмм девочки килограмм здесь деревенские фарши больше говядины мясная ярмарка тоже килограмм здесь состав сейчас прочту мука пшеничная хлебопекарная высший сорт говядина вода питьевая лук репчатый свинина соевый белок тут есть шпик яйцо куриная соль масло растительной пряности вот тоже неплохие ну поглядим девчата если понравится вот они по килограмму потом можно будет и брать сейчас я сразу это суну в холодильник здесь на кухне у нас стоит холодильник а на веранде у нас морозильника два девчата набрала вот такая свинина любительская здесь получается цена за килограмм триста девять девяносто так вот на вот этот кусочек на сто двадцать рублей двадцать четыре копейки упаковано тринадцатого двенадцатого декабря восемнадцатого года и срок срок значит годен до 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 восемнадцатого ноль шесть девятнадцатого вот это мясной ряд ну вот мне вчера моя подписчица она кажется мы и рядом живем в одном районе во Владивостоке позвонила и говорит Тане открыли светофор я что-нибудь брала она говорит мяско там брала понравилась ну вот мы поехали и затарились вот эту взяли потом ратимировская вот еще ратимир это наша Владивостокская грудинка столичная копченая тоже упакована тринадцатого декабря и годен до до так тут тут я не пойму сколько срок годности ну конечно она в этой долго хранится не найду девчат не буду затягивать резину потом почитаю все скажу уже дополнительно тут цена триста четырнадцать девяносто за килограмм вот этот вот девочки кусочек вот на сто семьдесят два пятьдесят семь Вера маленькая была я все время ей брала вот такое мяско откармливала когда ее когда только только ее взяла особенно вот сливочный сыр взяли и четыреста грамм так вот здесь Милково какое-то Милково Удмуртская республика город девочки Ижевс оттуда я заказываю пряжу вот это Россия так состав молоко пастерилизованное бактериальная закваска молочнокислые микроорганизмы соль поварена пищевая краситель молоко свертывающий фермерский препарат но это мы взяли девочки на пиццу посмотрим если он вкусный по вкусу то можно и кушать сыр а так для пиццы тоже упаковано 10 11 и годен до 21 января 19 года это все в холодильник сейчас положим девчата вот такую колбасу взяли молочную колбаса вареная наша ратимировская 7 выпуск декабря вот сейчас вот здесь пишут годен упаковано до 12 килограмм значит стоит 381 64 цена вот за эту палочку двести семьдесят рублей девчата здесь так как-то напишут упаковано годен 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 12 упакованы годен изготовлен на 12 где же годность то сколько 07 18 07 18 12 год ну что-то знать не знаю потом я поищу взяли еще вот такую юбилейную сырокопченую колбаску она стоит вот эта палочка на 303 рубля а цена за килограмм 542.90 тоже упаковано тут вес 558 грамм 12 12 декабря ну взяли колбасу это я сейчас отнесу пока в холодильник девчонки и вам все дальше покажу в общем на новый год то если что мы уже закупили тут больше чем на новый год мы уже закупили здесь долго теперь не будем ездить по магазинам но это только кажется вот девочки Вера взяла себе горячий шоколад это уже повторная покупка брала я ей в Артеме тут 20 пакетиков ей понравилось она его выпила с удовольствием не знаю что уложить потом взяли сгущенку славянка с сахаром фикс прайс я брала только поменьше бутылочки она густая неплохая девчата вот ну купили это у нас волоконовский консервный комбинат здесь килограмм девочки вот ну нравится девчонка любит я тоже люблю иногда знаете в кофе я добавляю потом взяла вот опять такой приправки приправка для курицы для гриля шашлыка и приправа для мяса приправ у меня очень много но я люблю такие все прибамбаски чтобы они были когда готовишь того 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 накидаешь и получается очень вкусно разрыхлитель тесто девочки взяла два пакета так здесь получается мука состав пшеничная хлебопекарная высший сорт сода пищевая вот на 500 грамм муки 8-10 грамм ага вот тут пишет применяется при замесе легкого недрожжевого тесто которое при выпечке приобретает великолепную пышность пирменный цвет тоже не помешает я покупала в маленьких таких пачечках здесь побольше пачечки ну тут я не знаю сколько грамм а 100 грамм девочки 100 грамм две пачечки купила давайте я покажу вот что не съедобная сторону берем вот такие прокладочки взяла нормаль норма норма размер 1 написано 3 зоны впитывания 9 прокладок ну девчата у меня дочь я все время беру надо не надо запас у нас дома уже целый магазин этих прокладок но пусть они будут не всегда же деньги бывают даже когда-то бывает такое что деньги потрачены но я знаю что у меня ребенок всем этим обеспеченный и потом вот такие еще милана ежедневные прокладки мягкая поверхность девчонки сейчас даже посмотрим вот такие да тоже хорошие есть еще знаете запахами всякие ну тоже я и беру все время приучаюсь она девочка должна быть со всех сторон чистая и ухоженная салфетки влажные здесь дырочка с антибактериальным эффектом 100 штук девчата взяли что-то кашель пошел опять сейчас я убираю потом что еще мы купили с ней чай вот такой лисма взяли тут 100 штук написано бодрящий цилонский черный чай ну я чаевщик девчата я без чая не могу потом вот такой опять же взяли капучино вот я всыпала его в баночку я вам покажу сейчас как он выглядит вот так он выглядит девочки видите порошком Вера пьет ей нравится ну говорю нравится будешь брать она говорит я возьму ну пей вообще неплохое девчата это ну это на любителя это значит наша Россия выпускает Московскую область город Долгопрудный здесь сахар состав сухая молочная сыворотка кофе натуральный растворимый порошко образный сухое цельное молоко цикорий растворимый порошко овообразный потом кокосовое масло здесь есть поваренная соль ароматизатор пищевой ну можно пить масло 300 грамм девочки ну нравится пьет потом тоже вторичная у меня покупка вот варенка вот варенка там очень хорошая она прям девчата вкусная две банки взяли сгущенка вареная с сахаром вот это вкусная а сгущенка вот в такой банке нам не понравилось синяя то бишь она прям вот как вода жидкая не хорошая вот это очень хорошая вареная можно брать смело девочки сок она взяла яблоко персик хотела большой взять сок там по 76 рублей вот эти литровые я говорю вера мы не унесем просто в другой раз я приеду и куплю тебе чисто соки и тоже повторили вот эту покупку шоколадно вафельный торт с арахисом я вот брала в артеме и мы пили с чаем девчата вкусно ну вафельный тортик вот неплохой взяли вот такое а это вафли тоже вафли праздничные раньше пекли девочки но в формочках видите вот точно-точно такие вот у меня вафельница стоит надо встречать как-то я уже сто лет не пекла но вафельница у нас по сей день есть вот вафли праздничные город хабаровск выпускает так а сколько здесь даже я не скажу сколько пограем да что такое а пятьсот пятьдесят грамм девчата тоже изготовлено пятого декабря восемнадцатого года свежие свера захотела вот мусор купили семечки подсолнечника обжаренные семечка подсолнечная это девчата алтайский край город бийск барнаул наши мусор мусор это мусор в доме потом пылесось только не хочу и набрали конфет уже новый год подарки мы уже в школе наверное не получаем да маленькая она была получали а сейчас уже все и мученьку же надо будет поздравлять вот взяли птичьи сказки нежное суфле вкус шоколада девочки изготовитель россии тюменская область гортышин здесь сахар состав глазурь кондитерская сахар жир растительной лауре новый какао-порошок сухое молоко заменитель молочного жира цельное сгущенное с сахаром безжирное молоко сахар сахар ну тут такого плохого ничего в нем нет поэтому взяла вот а вес вес девочки полкилограмма здесь полкило потом конфеты вот такие золушка здесь килограмм да здесь килограмм девчата это я не скажу чьё это сейчас посмотрим так кто выписает ой так написано я даже в очках не увижу не прочту так девчонки не прочитаю кто это выпускает даже не скажу потом посмотрю и вот такие такими сайтами всегда брали арестовое царство здесь тоже девочки наверное дайте килограмм вот вот такие наши покупочки и сейчас я вам девочки скажу пробежимся по чеку по ценам какие у нас цены кто-то может быть сравнить со своими ценами в вашем регионе вот девчонки я разобрала покупки свои сейчас вам прочитаю по чеку цены потому что так просто там не запомнишь и расскажу вам немножко мое мнение об этом магазине магазин мне девочки понравился вот понравился чем ну ценами конечно ценами цены нормальные потом вот где вот этот вот колбасный там отдел очень большой выбор колбасы молочные и копченые потом девчонки мясо очень большой тоже выбор не один и не два вида лежат ой пока как тяжело у меня двое очков вот в одних смотрю а в других читаю вот видите как я хожу двумя очками вот там и молочная продукция была но молочку как-то там творог какой-то я такие вещи да мы так-то в хорошем магазине не покупаем молочку мы стараемся не есть у меня дочь живет в америке она мне только-только верочка у меня появилась она писала мне и говорила всегда и звонила мама не старайся ее пичкать молочными продукциями все на антибиотиках поэтому я это ну мы пьем конечно молоко берем берем но не так как вот мы допустим росли мы брали трехлитровую банку на каждый день как воду ее пили сейчас нет вот потом что там порошки также были шампуни бальзамы вот это ополаскиватели это было какие-то тазики там были ведерки неплохие кстати я так пощупала пластмасс такой плотный хороший потом были были конфеты кофе выбора большого ассортимент большой кофе чай был выбор был было значит были котлеты какие-то биточки выбор блинчики девочки были пельмени пельмени были выбор потом вот это вот шоколадная помните мы намазывали на хлеб в девяностых годах она Нест кафе или как то оно там называлось вот в банках это тоже было тортики вот эти коржики были печь торты коржи печенье выбор был пряники были конфеты есть выбор девочки на выбор по полкилоразвес и по килограмму был потому что помидоры я видела закрутки огурцов не встретила была кукуруза была горошек но я по обзорам вот смотрела горошек не хвалят вот кукурузу как то мы брали даже в фикс прайсе она была прям вот хорошая горошек девочки не знаю я не брала там поэтому не знаю не буду говорить про качество потому что там еще было было какое-то шампанское было вино но это называть сэнгвери или что-то такое вот но мы не пьем поэтому я даже прошла мимо но вижу что есть вот был какой-то пивной напиток почему пивной напиток а не пиво Вера говорит мам пиво я говорю да это не пиво дочка какой-то пивной написано напиток потом был выбор макаронных изделий девочки были вот эти в пачках вот как я пшеничку беру в пачках пакетированная была гречка и был рис и потом была гречка наверное грамм по 800 или 900 упаковка и что-то цена прямо у нее вообще копеечная то ли 24 то ли 28 рублей но все же не купишь ну без машины и тут полный пять пакетов пять пакетов набрали но вот гречки я хочу сказать что там дешевый рис и вермишель была в пачках макарошки тоже разные и были вот как я прошлый раз купила вот этот пакет по пять килограмм порошки были детские порошков был тоже много и ну и что там еще такого-то что там было еще я уже и так вот мельком а была пряжа девчата пряжа вот моя подписчица мне вчера звонили Таня там пряжа дорого это или или дешево сто восемьдесят там рублей по-моему десять моточков ну 17 рублей мото вот это маленькая кавказская пряжа но я хочу сказать она та вот пряжа действительно на носки или на что она не та по качеству как в пасмах она жестковатая выбор там есть Вера моя идет выбор есть но Вера потихоньку дай но она жесткая она допустим вот на плечевые семечки хочешь ну открой только возьми себе вот там что Вера куда насыпать и под мусорку ну вон красенькую возьми глубокую да в нее насыпешь и под мусор себе возьми вон железную возьми чашечку будешь в нее плевать я сейчас сниму видео буду варить пельмени хорошо да Вера давай не греми иди там откроешь и насыпаешь вот не греми и дверь потихоньку заткнуть вот говорю не греми она гремит семечки горят вот семечки поклевать ей ну взяла пусть идет грызет вот вот про что я вот про что я говорила я уже сбилась девчата у нас же как мозги чуть отвлекся все все позбивается а про макароны вот там вот это вот был выбор и че еще то было ой как заходишь там а ну пряжа была носки были и трусы были мужские и женские ну такое даже не подходили и не глядели вот подушки были девочки ну почему-то объявление там висело что пока не продаются извините но этот товар пока не продается одеялки и подушки такие мягкие подушки правда большие хорошие кстати неплохие но пока этот товар не продавался и были тазики тоже неплохие девчата я посуду люблю обожаю просто вот хотя мы же живем уже к нашему возрасту у нас все есть и есть лихвой и тазики от такого тазика до такого но все равно хочется хочется купить что-то новое когда ну класс то радует я вот там я говорю тазик видела такой вот он ну как бы и небольшой это знаете как мы раньше вот воды когда у нас не было в доме мыли посуду ставили в умывальник тазик или на стол ставили тазик наливали в него теплой водички мыли потом наливали в нее полоскать наливали чистую ой я как вспомнила мы же так жили девочки да и ничего жили и все были счастливы ну давайте я вам почитаю ценно девочки может кому-то это и интересно вот что мы покупали вот салат мексиканский заморозка девчата 800 грамм стоит 88 рублей 87.90 я буду говорить 88 округлять буду эти 10 копеек вафли праздничные шоколадные так 80 тоже 9 90 рублей разрыхлитель пачка стоит 14 рублей 100 грамм фасоль заморозка 800 грамм 88 рублей корм для кошек в нем килограмм да нет ну килограмм там же больше это я корм для кошек так сколько тут у моей кошечки котику 2 килограмма 2 килограмма здесь стоит 173 рубля крабовые палочки 140 рублей тесто вот дрожжевое девчата стоит 39 рублей но невестка моя брала готовила очень хорошее тесто и оно прям подходит хорошо чай лисма 100 упаковок 79 рублей видите как дешево а так чай у нас он стоит где-то рублей 170 смотря в каком магазине ну вот предел 150 170 100 пачек где сгущенка с сахаром это 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 литровая банка которая в бутылке она стоит 70 рублей сыр 400 грамм вот сливочный 45 процентов цена 162 рубля конфеты ореховое царство 143 рубля блинчики 55 рублей девчата за 6 штук я вот ездил до дочки да и в нашем вот магазине вот это вот пачечка там рублей 126 штук стоит вот считайте в 2 раза больше чем в 2 раза дороже грудинка копченая обошлась 315 рублей да за килограмм здесь у меня кусочек 548 грамм 172 57 цена вышла дальше нектар яблочный 23 рубля пачечка сок прокладки на каждый день 33 рубля торт вафельный 38 рублей капучино вот та 300 граммовая 134 рубля девчата 90 135 считайте свинина за килограмм 310 это вот упаковочка то здесь у меня было 388 грамм 120 рублей 24 копейки конфеты золушка килограмм 155 рублей прокладки стоят 46 рублей пельмени пельмени килограмм 106 107 рублей одни конфеты птичья сказка 67 рублей и пельмени девочки еще одним значит там 106 это вот мелкие и деревенские мясная ярмарка которая покрупнее пельмени 158 за килограмм стоит горячий шоколад 20 упаковку вот она взяла 75 рублей и наш вот этот питьевой йогурт 42 рубля одна штучка бутылочка их 6 штук 251 рубль приправы приправы в мельницах 47 рублей корм для кошек в пачках девочки 8.90 я говорю 9 рублей пачка даже фикс прайс я брала по 15 по 16 за пачку вот такая вот и девчата он съел вон и лег котик мой съел с удовольствием две пачки сразу но он у нас мальчик крупный поэтому надо его кормить как говорится доста ну две пачки за раз и счастливый вон лег спит потом девочки колбаса юбилейная вот это вот полукопченая сырокопченая вот вес у нее вышел 558 грамм за килограмм она стоит 543 рубля а палочка наша вышла на 303 рубля ее кстати хорошо брали но новый год на носу мало ли дети придут да и не придут будем сами кушать покушать то все любим господи чё уж там скрывать вечером сидишь нет нет пойдешь чайку и хлыстнешь а чё чай пустой я то могу с конфеткой вера моя ну раз и колбаски пойду съем я говорю иди мы можем и ночью встать и пойти поесть как то об этом даже вот салфетки влажные девочки 33 рубля и семечки полкилограмма 35 рублей и того у меня вышел чек на 3 800 вот тут даже что то я тут не пойму что то электронными неэлектронными вот как тут понять видите вот ой простите видите как тут чек так пишется я вам покажу я не понимаю вот цена 3 3 799 потом что то электронными я карточкой рассчитывала сумма НДС 18 процентов 293 сумма НДС 10 процентов 171 ну короче на 3 800 чек я скажу девочки что это магазин мне понравился сейчас уменьшим понравился глядите мой котик видите наелся мой мальчик и сладко сладко лег спать поэтому девчата кто живет у нас во владивостоке я рада что открылся этот магазин и вот мы спустились сопки у нас на автобус на 98 сели и на василковой мы вышли буквально тут две остановки мне проехать жбы и следующая василковая и прям там пройти ну вот буквально чуть-чуть и вот прям подняться но сто метров даже нету пройти до этого магазинчика очки не тех думаю что сижу далеко я в них не вижу только вблизи а эти вот для дали магазин огромный огромный в артеме он как-то так вот сделан из контейнеров площадь тоже там большая но этот вообще огромный и тут как бы я вчера в интернет даже залезла посмотрел он трехэтажный там еще что-то будет второй третий этаж тоже будут торговые площади какие-то не знаю но я однозначно буду ходить в этот магазин были тоже опять же лопаты с черенками вот для снега мне так хочется эту лопату купить но этот снега пока нету потому что у меня стоит вот совковая лопата возле жули там я убираю за ней она же в туалет ходит но она железная лопата и ей снег чистить когда снег падает очень тяжело надо вот именно вот эту пластмассовую лопату купить и что там хорошо к ней деревянный черенок а у меня была пластмассовая летая с черенком и вот эта вот ручка она обломилась я на нее уперлась тянула снег а ручка вот так была прямая и как бы ну вот прямая и вот так вот для рук хватать вот эта вот часть у меня и отломилась вот и неудобно ей стало работать а потом уже квартирант ее добил совсем доломал вот так девчата поэтому с нашими пенсиями я туда ехала с мужчиной разговорились с нашими пенсии для нас открывают вот такие магазины для бедных видать людей ну не знаю как то он говорит да богатые это не ходят они и на рынок мол не ходят ну конечно они ходят по бутикам по элитным этим магазинам простой народ туда не ходит для нас там ловить нечего что мы пойдем со своими копейками это вот я вот купила сейчас на 4000 нам с ребенком это надолго это надолго мы как говорится покупаем в основном вот так оптом и там где подешевле потому что это выгодно выгодно и выходит намного дешевле иначе я вот в наш магазин спущусь девчат вы верьте нет внизу сумки ничего не купишь абсолютно ничего еще в сумке 500 рублей отдашь а там нет ничего купишь чаю батон несчастный или там или сахар или что-нибудь вот такое селедочку 500 рублей а что есть то нечего вот поэтому я довольна все мои землячки земляки ходите приходите Василковая 64 даже адрес называют но на этом пока все девочки до следующего включения я сегодня вечером хочу сделать обзор по нашим вещам из кавказской пряжи я вчера стирались мы вот верен светерок там у меня один лежит с шишечками белый и чисто с кавказской пряжи я вязала потом фиолетовый с кавказской пряжи мы его усиленно носили светерок другой фиолетовый с детской новинки я хочу снять такое небольшое прям видео и показать что с ними стало не пугайтесь все хорошо с ними плохого с ними ничего не случилось это будет видео в защиту кавказской пряжи я ее очень люблю и никогда не брошу из нее вязать никогда девочки я вот сейчас вяжу свитер веры такой голубой красивый цвет вяжу двоечкой в две нити в два сложения получается двоечка и двоечка и вяжу спицами номер семь платочкой свободный покроя сегодня распечатаю картинку какой мы вяжем свитер и вам все покажу очень красиво получается пряжа мягкая она вот ну по качеству не скажешь что это там дешевые пряжи или плохая пряжа нет никогда не скажу девчата я вот еще раз говорю мне пишут и опять же мне пишут и опять же спрашивают Таня где же вы заказываете я девчата за всех не могу сказать где там кто какой продает пряжу кавказскую я еще раз скажу что я ее покупала в интернет магазине раньше он назывался Тимми Рикс выписывала я оттуда сейчас он набираешь его в поисковике интернет магазин кавказской пряжи от Ольги и вылазит ее магазин бывший Тимми Рикс вот я заказывала девочки если не соврать я даже не выкидывала по моему вот эти первые только первые свои заказики я выбрасывала кританцы а последние вот за последние года два они у меня так вот один к одному скрепленные лежат даже мои заказы потому что я по ним смотрю какие номера там допустим в интернет магазине никакие я заказывала себе пряжи понимаете мне ни разу не попалась плохая пряжа но это я говорю за себя в магазине у нас здесь вот даже на валяйке я ходила с подругой продавалась кавказская пряжа ее видно девочки визуально даже видно ее щупать не надо она вот вы понимаете она вот у нее вид такой грубый прямо грубый как проволока действительно а ее берешь такое ощущение что ее купали в парафине тоже написано кавказская пряжа то же самое понимаете поэтому вот так я не покупаю где-либо я если мне хочется я заказываю только у Оли ни одного раза мне не пришла плохая пряжа ни одного но я же не по блату ее покупаю девочки нет никакого блата и не рекламы это я говорю то что действительно у меня в наличии у меня вся пряжа я ее всю мял я вам сегодня продемонстрирую этот свитер он вот так колышется даже если бы она была вот такая как парафиновая она ни в коем случае не колохнулась бы она стояла как кол ну да попадается плохая да вот сегодня я говорю была вот в этих моточках 180 рублей упаковка 10 там штук но ее видно это не та пряжа не та девочки вот а вообще говорю я обожаю эту пряжу обожаю просто обожаю ладно мои девочки мои дорогие до вечера буду варить пельмени попробуем и я вам скажу стоит ли их брать я прям сварю из того пакета по чуть-чуть пробу снимем потом все вам расскажу все до следующего включения девчонки пока ой девочки опять у меня кашель открылся невозможно девчата мы покушали сварили эти пельмени варила вот эти мелкие по 100 они с чем-то рублей и те по 150 покрупнее вот которые покрупнее девочки вкусные прям пельмени ну и те можно есть но вот покрупнее прямо вкусные хорошие поэтому можно смело брать и не бояться мы живы остались мы живы говорю остались на этом девочки попрощаемся потому что уже на час наговорила чтобы загрузилась видео а я сейчас сяду буду снимать вам такое видео вот про мои изделия в носке после носки уже верно с ветерка и моя там тоже кофточки которые я уже носила с кавказской пряжей что что с ними стало и покажу мой новый процесс хотя у меня еще плед до конца не связан плед я буду потихоньку вязать и синяя кофточка еще немножечко она не довязана но я ее довяжу першень идет какой-то я не понимаю от чего прямо все у меня вот здесь чешется и першит и появляется как кашель поэтому я будем прощаться девчата с вами если вам понравилось не забывайте мое видео ставьте пальчики вверху нажимайте на колокольчик подписывайтесь кто еще не подписаны девочки вот а я желаю вам счастья здоровья удачных работ ровных петелек кто вяжет девчата и до новых встреч я думаю мы очень скоро с вами увидимся с вами была ваша Татьяна пока пока девочки не забывайте вот так и то я до Продолжение следует...